Только что прошли регистрацию на дагестанской калмыкской границе. Калмыкии проверили права, страховку. Здесь свидетельство о регистрации в территории транспорта. А дагестанцы проверили все, в том числе и паспорты. Там в регистрацию. Заходишь в фигню будку, регистрируешься и едешь дальше. Недолго, минуты три. И вот сейчас едем. Дорога такая не ахти. Вот снова встали пробка дорожной работы. Здесь уже у рабочих раций нету. Он тупо помахал своему напарнику. На улице ветер, сильный ветер. И причем он такой теплый. Он не охлаждает, а согревает наоборот. Не знаю, без кондиционера здесь вообще будет трудновато. Как заедете в Калмыкию, вот этот вот теплый ветер мощный дует в этих степях. Где-то на половину пути от Артезиана до Кочубея там дорогу делают. И вторая половина до Кочубея вообще такая отличная дорога. Хорошая асфальт, уже отремонтированный. И что интересно, здесь вот на каждой заправке стоят мечети. То Кизгары Кочубея, здесь вот тоже хорошая заправка есть русские. Ну, говорят, что хорошая. Местные обычно забравляют с нами. Это тоже сетевая поправка. Вот приезжаем Кочубей. В общем, на выезде с Кочубея интересная такая история произошла. Там тоже стоят эти, на военных похожие, с автоматами. Ну, а я же говорил, что первый раз еду. А остальные проезжают, а я остановился. Я говорю, что, будешь проверять? Что, говорю, тут какие порядки у вас? Нет, говорит, не буду. Езжай. Ну, говорит, хочешь проверю. В общем, такие веселые ребята стоят там с автоматами. Поэтому не останавливайтесь, проезжайте дальше. Вот, наконец-то появились деревья. Закончились стены. А еще пока точно не знаю, кто понял. Селеный порт мы подъезжаем. Мы уже больше похожи на вселенной. Селеный порт мы уже больше нашим гостей. Продают морскому рыбу. Сыр тоже продают. Дагестанцы, они шустры лезят. Сейчас мы через километров 25 будем проезжать мимо Кисляра. Идем направо. Дорога хорошая. Наконец-то деревья появились. Прям глаза отдыхают. Кировы по пешеходному переходу перешли. И вот с правой стороны ситевая заправка русских нефт. Там тоже есть туалетная комната, вышивая, туалет. Все это хорошо сделано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Только что знак был. Чеченская республика. Сразу после Кисляра там пост стоял. Я уже не стал там останавливаться и спрашивать, будут они проверять или нет. Просто взял и проехал. Никто ничего не остановил. Ну и, если я так правильно понимаю, еду уже по Чечне. Вот. Там еще какая-то. Коротко бьет шел. Боже мой. Пуцел его по машине. Заборы здесь в каждом селе. Вот уже проезжаем в четвертое село. Заборы все одинаковые. Коричневые, красивые. Нет ни зеленых, ни синих, как вот таких вот, а-ля пистолетов. Все заборы коричневые, красивые. Справа и слева. И коровы. Очень много коров. Поэтому осторожней. Там они переходят дорогу и по пешеходному переходу. И так переходят дорогу. В общем, заехали мы в село. Не помню, как назывался. Сейчас выезжать будем, скажу. И на въезде в это село стоят такие бравые ребята. Я не стал останавливаться. Они не стали останавливать. Взял и проехал. Я, честно говоря, я так и не понял. Я вот или в Чечне, или в Дагестане, потому что на повороте с Кизляра там поставили указатель Чеченская Республика. Это такой небольшой кусок Чеченской Республики. И как бы вгрызается в Дагестанскую Республику. И вот как раз мы эти указатели проехали. Поэтому пока непонятно. Сейчас вот выезжаем из поселка. Здесь в поселке все чисто. Никакого мусора нету. В Ютубе я смотрел ролики, где в Дагестане и здесь мусор валяется. И много-много фотографий, портретов с Ахматом Кадыровым, с Рамзаном Кадыровым. И вот еще по рабочине дорог, а вот еще и без автоматчиков. С автоматами. Так, это село было Шелковская. Да, по-моему, Шелковская. Это граница, что ли, между Чечной и Дагестаном. Только что проехали место, где торгуют арбузами, но там не было продавца. Он оставил арбуз один и оставил номер телефона. Вот мы уже отъехали достаточно далеко от Новощетринска. Я не знаю уже сколько едем, минут 10 едем, но вот эти вот деревья павильонные, они до сих пор не заканчиваются. И такое впечатление, что они так и будут до следующего на селевом пункте. Вот справа-слева все деревья придорожные, побеленные. 15 километров до Грозного и уже вот начались такие дороги, так называемые серпантинами. Срелистые они, но, по-моему, это не такая высокая гора по их меркам. Но впечатляет. очень даже интересно. Асфальт хороший, дорогой хороший, но подъем у них две полосы. И такие крутые повороты то направо, то налево. «Музыка» 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 Вот мы заехали в город. По авито нашли адрес посуточное, чтобы снять квартиру. И дальше будем уже пешком ходить по городу, смотреть на достопримечательности. Ссылка на пятую часть, где я покажу Грозный, будет в описании. «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...